Один Продолжение следует 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 Продолжение следует... 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 В Москве, в Москве. Вот так вот. А у нас потеряете, ну что там, только что доски на гроб там, четыре доски. Сколько это деньги стоят. И все. Так что, кто желает, подавайте заявление. Только оставляйте, конечно, бесплатно, чтобы доставка туда за машину. Все сразу это оставляйте на это, конечно. Что, нам тоже можно пить? Конечно, можно. Я уже сейчас заявку оставлю. Пишите завещание. Сразу конвертом дома откладывайте. Это скажи на то, чтобы у меня там машину наняли, чтобы довезли. Это уже за ваш счет. Ну и там на трапезу, что братья будут копать. Все-таки трапезы надо будет устроить. Вот так вот. Давай хоть одну вещь бы верующую сделай, потом будешь уже. Ну ладно. Все тогда. Благодаря. Благодаря. Ой, Алексей. Батюшка, батюшка, возьмите вот этот, пожалуйста, пакетик. Это Мария Яковлевна. Кому? Мария Яковлевна. Понятно. Что, новогодный подарок или что? Подарок. Подарок. Останься пока. Понятно. Вообще, батюшке нужно молиться. Такой труд несет батюшка. В зной, в жару, в холод, в такой мороз, он все равно едет к нам. Беспокоится о нашем духовном здравии. Ну как же он наш батюшка? Эх, поспаси его Господи. Дай ему Господь здравие, души и тело намного... Я еще поделюсь, он мне привез, смотрите, какую печать. А что за печать? Спасибо, Господи. Просфоры такие вкусные, такие вкусные, просфоры. Спасибо, Господи. О всех болящих мы вспомнили. Никто не остался неприсмотренным без нашего внимания. Ну, а Василия я тут сегодня зайду, посмотрю, спрошу, где он там, куда он потерялся. И хоть адрес запишите, хоть адрес, и какие-то кардинали. У него адрес, вот во дворе нашего дома, церкви мясной, он там работает, там и живет. Там конура такая, буквально конура там называется, там холодно и темно, и света нет, не знаю, как он там живет. Квартира у него есть, приватизирована. Ну, квартиру, он не хочет там жить, в квартире. Да, он боится, говорит, что меня там. Что боится? Боится, что убьют его там. Он с собаками туда все. Ну вот. Михаил у нас в Харьковске что-то нет. Да, Михаил, а что Михаил, что знает? Что знает? Не с вами ничего, не с вами. А когда он в последний раз был? В прошлый раз был. Субботу, воскресенье был? Да, да. Ну, надо узнать. Он простой в тот раз там. Он был простуженный? Ну, он говорил, что что-то там это. Да, прям сейчас позвоните, все. Надо будет позвонить. Позвоните. Да, вот прямо до занятий надо выяснить этот вопрос. Так, позвоните. Надо навестить, если надо навестить, значит, навестить надо. Брат Бигарь появился, наконец. Как у тебя дела-то? Благодарю, спаси Христосу, за молитву. Был я привязан цепью. Чувствую. Ты так сильно-то уж не привязываешься туда. Ну, был привязан, это уже не от меня зависело. От тебя зависит, привязался? Зависило привязаться. А отвязаться, я думал, у меня замочка, а ключ пою потерян. Пришлось молитвой разрубать этот узел. Помоги Господи тебе. Причем, чтобы этот ключ был всегда с собой привязан, попросил, ну, положение было такое, как бы, даже отчаянное. Попросил молиться, потому что уже все было. И за, можно сказать, за сутки, вот несколько месяцев и сутки, за сутки вопрос решился, как говорится, под ключ. Полностью разрубилась Господь в сеть. Причем, ну, я, может сказать, был введен в заблуждение. Все было сделано, а мы ничего не могли сделать. И туда-сюда ходим никак. Ты уже не знаешь, как решить был вопрос. Я понял, а всем верующим, кто меня окружал, кто как веровал, я уже не смотрел, там и баптисты вокруг меня были. Я говорю, все молитесь, друзья. Но с последней инстанцией, конечно, я все-таки уже думаю, ладно, решим как-то вопрос. Не решается. Я набираю Игнать Тихоныча. Я говорю, Игнать Тихоныч, все, мы не знаем, как решить вопрос. Все, мы перед Богом открыты, все, мы делали, все хорошо, ничего мы не можем сдать, хотя, ну, какой-то, ну, узел, короче говоря. Нет, все правы. Все правы, и мы правы, и все правы. Помолились, и мне звонит человек, и вопрос решается. Вот прям на молитве. Хотите, верьте, хотите, нет. Верим. Что с ним хотим-то? Хотим и верим. Именно в момент молитвы. Аллилуйя. Я прям воззапил сердцем, Господи, ну, что такое? Вот если я виноват, что ты мне как бы накажи, ну, я все хотел сделать, как бы, все по-честному, ну, я и делал все по-честному, потому что никакого лукавства. Ну, почему так все связалось? Не от меня зависит какие-то люди появились, какие-то вопросы. Я говорю, как решить, Господи? Я говорю, в последний момент позвонил Игнать Тихоновичу уже, ну, в отчаянном положении, потому что я не хочу людей подводить. И вот в этот момент звонит человек, от которого все... Вот прям в этот момент позвонил, я позвонил Игнать Тихоновичу, я воззапил, помолилась. Я еще не успел закончить сам молиться, мне звонит на сотовый телефон. И буквально с этой точки момента, в течение суток вопрос решился. Аллилуйя. И я прям испытал, как будто бы меня цепь разрубили, я как рафтогалера был. И я вот здесь. Вопрос до конца, конечно, еще будет там уже, ну, следствие вопрос. Господь показал, какую-то трудность решить, но первоначальный этап мы прошли. Просто, знаете, такое, как гора сплетч. Ну, слава Богу, Бог милостив к нам, Бог жив, и надо молиться, и Бог рассказать. Теперь благодарить надо Бога. Благодарение Господу. Наконец-то узнали, что Бог жив. Благодарение Бога, он поболился. И у Бога все живы. Так, все, вот. Брат нам показал еще раз пример, как нужно доверяться Богу. Ты прям как эфесский отрок, все воскреснули. Молодец, брат. Еще у кого есть? Давно тебя не касался, Господь. Не надо. Слово, кого как Господь коснулся, посетил. Вот я, Боже, хотел поблагодарить Господа Бога, Игнатия Тихоновича, за труды его. Вот брат Василий у нас. Мне много помогал он. А то там концами не связать тоже все. Много отдаешь трудов везде. Вот он помог много. Ну, конечно, молились там, и беседы у нас там духовные. Я думаю, ему тоже это пошло на пользу. На пользу, да. Ну, и у Игнатия Тихоновича он все остальное время был. Василий, повернись сюда, без того, чтобы я лень был. Так что вот спаси Христоса Василия и Игнатия Тихоновича, и всех братьев и сестер, кто молился за него, что он здесь появился. Помоги Господи, Господи, ко спасению души. Еще у кого слово есть, братья? Да, Игнатия Николаевна. Да, Игнатия Николаевна. Большой благодарностью к Господу. Слование Тихона Задонского. Слава Богу, что создал меня по образу своему и подобию. Слава Богу, что меня падшего искупил. Слава Богу, что обо мне недостойном промышлял. Слава Богу, что меня согрешившего в покаянии призвал. Слава Богу, что дал мне свое святое слово, как светильник, сияющий в темном месте. 2 Петра 1, 19. И тем меня на истинный путь наставил. Слава Богу, что мои сердечные очи просветил. Слава Богу, что дал мне познать святое имя свое. Слава Богу, что баню и крещение греки мои омыл. Слава Богу, что показал мне путь к вечному блаженству. Путь же есть Иисус Христос, Сын Божий, который говорит о себе. Я есть им путь и истина, и жизнь. Иоанна 14, 6. Слава Богу, что согрешающего меня не погубил, но по своей благости претерпел согрешения мои. Слава Богу, что показал мне прелесть и суету мира сего. Слава Богу, что помогал мне в различных искушениях и смертных случаях меня сохранял. 11 лет, как я была под машиной, и меня потом пригрела Антонина Севастьяновна. Благодарю, Господи, за это, за твою помощь. Слава Богу, что меня от врага дьявола защищал. Слава Богу, что меня лежащего поднимал. Слава Богу, что меня печальщегося утешал. Слава Богу, что меня заблуждающегося обращал. Слава Богу, что меня отечественно наказывал. Слава Богу, что мне объявил страшный суд, чтобы я боялся его и каялся в дрягах моих. Слава Богу, что сказал мне о вечной муке и вечном блаженстве, чтобы я избежал муки и искал блаженства. Слава Богу, что меня недостойного подавал пищу, которую мне немощное тело моё укреплялось. Подавал одежду, в которой моё ногу и тело покрывалось. Подал дом, в котором я находил покой. Слава Богу за прочее его благо, которые подавал для хранения и утешения моего. Столько я от него получил богодеяний, сколько раз вздохнул. Слава Богу за всё. Аминь. Слава тебе. Слава тебе. Слава тебе. Благодарственная кафе с Любовью Николаевной. Тихон Затонский, святитель. Ну вот так и говорите. Я вначале сказала, что святитель. Антонила. Антонила святитель. Да, но вот тоже там с вами. Благодарю всех за молитву, что за меня ловит. И тут у меня такие... Искушения. Искушения, да. Наблюдаю за собой слежку. По большим супермаркетам. Сначала Мария Ира за мной. Вот просто... Как будто на мне корзина с цветами выросла. Так вот скакивает и смотрит на меня. Не знаю. Провожают меня. Я уж боюсь теперь оставлять сумку в камерах ранения. Я тебе говорил уже, зачем ты это рассказываешь? Я тебе же с тобой поговорил. Зачем это делать? Ну зачем это делать? Не надо этого... Ну хорошо. Все уже. Скажите. Другой шутер. Не троню. Помолитесь. А то может террористку какую из меня делают, не знаю. Правда. Это радость. Да, радость. Да, да, да. Что тебе надо. Напрасно. Я скажу тебе пример от моей бабушки. Бабушке было за 80 лет, она одна ездила в тайгу, привозила патрикуля калины на перекладных, на попутных машинах. Одна ночевала в тайге. Я спрашиваю, как же ты там одна-то не боишься? Говорит, а что я боюсь-то? Я прочитала «Двадцать лет Бога, Крестным Знаменем» и все, и никого не боюсь я. Вера. Не зверь, никто ко мне не подойдет. Вера. И Крестное Знамение. Да воскресенье мог молитва. Да воскресенье Бог. Все. Никаких свежих, никаких других моментов, которые тебя соблажняют, не будут. Отойдут сразу. Поняла, Валентина? Верить нужно и молиться. И твердо верить, что Господь тебя сохранит. Еще у кого есть слово? Да? Я хочу всех поблагодарить за молитвы, за ваши цветы. Мне не очень-то хорошо после химии. Какой курс прошла? Четвертый. Четвертый. Еще сколько? Еще два. Еще два курса выдержали. Но анализы у меня хорошие. Слава тебе, Господи. Все остальное в мелочи. Да, можно сказать, что рака нет. Виктор Андреевич поставил. Да, да. Виктор Андреевич ему, конечно, очень хорошо. Да я тут причем? Господь помогает. Возвращение. Протяну. Не, ну понятно, Виктор Андреевич. Ну, пока инвалидом я еще два года буду оставаться. То есть восстанавливалась. Какая-то и химия. Вот так, слава тебе, Господи. Еще будет, конечно, плохо. Я хочу сказать сразу к этому же. И у меня тоже, и у мамы такая же. Ну, у нее, правда, там не четвертая стадия была. Ну, тоже у нее все анализы еще там трехмесячные. После операции у нее тоже хороший анализ дали. Ну, и еще три месяца, так сказать. А мне, Господи. Она благодарила всех за молитву, мамы. Аллилуйя. Валентина, да. Как хорошо быть, братья, вместе. Вот когда я был в Москве, мы там провели, я уже рассказывал, что мы провели целый день с братьями. Посидели в кафе, там чай пили. И целый день, вот после службы было занятие, и после занятия пришли в кафе, и целый день посидели. Уже темно, на улице мы все разговариваем. И сколько раз мы повторяли эти слова. Как хорошо быть, братья, вместе. Когда мы в общей молитве, когда нас Господь Иисус Христос объединяет. И как сегодня мы слышали, что нет в Иисусе Христе ни Иудеи, ни Елены. И все едино, как Господь Иисус Христос. Так бы нам всегда быть едиными. Единомыслие. Да поможет нам Господь в этом. Игнат Тихонович, ну вам теперь слово. Я попросил бы встать Надежду Ивановну Польгуеву. Посмотрите внимательно на нее. Что она здесь сделала? Вот вздумайтесь. Она тихо, мирно приходит, уходит, ничего нет. Вот к нам в наш храм приходили тут разные режиссеры. Золотухин был этот, Валерий Сергеевич. Все видит, благоукрасители храмов, это иконы. Но что между иконами были такие надписи Священного Писания. И никто не знает, такого простого дела. Про иконы не сказано ни слова, что бесели в храмах. Они есть, мы не против. А о слове Божьем сказано. И она, обладая этим талантом, украсила как наш храм. Она благоукраситель такой, потому что всю Россию одна. Иконы пишут тысячи людей. А чтобы вот так украсить из Святой Библии, И вы посмотрите, у нас в коридоре сколько надписей. Вот здесь в трапезе. Это надо, сколько за, а в храме. Это ей Бог дал этот талант. Немножко там Надежда Васильевна писала. Вот это вот Ольга Викторовна, кажется, Нагаева на горах написала. Но главный труд ее. Умейте оценить в человеке, пока он рядом с нами, пока жив. И поблагодарить Бога за нее, что она это сделала. Мы этого осознать не можем. Кто бы к нам не пришел, все обращали внимание надписи. Ихона, он даже не смотрит. И останавливается. Все, садись. Господь да благословит тебя. И начинает спрашивать, а почему так? Одна надпись была бы. Сразу баптисты повесили. А между иконами нет. Иконы, их святые как будто охраняют наши надписи. У меня такая мысль пришла. Ну посмотрите, сколько всего нас. И каждый раз вокруг, вот это, это все ее рукой написано. Это оценить надо сегодня так, чтобы Бога достойно восславить. Господи, воистину благоукрасить или Словом Твоим. Слово Твое оживляющее действует на людей. Смотрите, вот это тут вверху. А потом внизу, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Я впервые увидел у отделенных баптистов. Большое дерево. И написано, я знаю, что это есть. Но что именно вывесить, я другие слова находил. И теперь оттуда взял, перенес. Это она написала, видите, как будто тень падает и прочее. Научитесь ценить сегодня, пока это не ушло. Иногда некоторые смотрят, вот снимают тут. А вы зарядите интернет. Спросите, зарядите. Причащение епископов. Внутри епископы как причащаются, как поклоняются. Все абсолютно снято. Конечно, не нашей аппаратурой. Но такого порядка, как у нас нигде нет. Все отвечают. У отца Георгия Кочеткова все на русском языке. Непрерывное движение называется Броуново движение. У нас шагу никто не шагнет. Об этом много говорил Василий Великий, Ангзо Таус. Нет порядка. Наведи порядок, тогда продолжай служение. Дороже служение ставится. А какое служение, когда ничего нет? Мы оставляем эти кадры. Это все может быстро кончиться. Поэтому, когда видите, закрой глаза и помолись. Когда арестуют, никто тебе не будет создавать идеальные условия. Не будет этого. Мне единственное место выбрал. Выходите как из камеры. И здесь вот так вот шконки называется кровать. Он на уровне головы лежит и дует папиросы мне в лицо. Я первый день там, в Ташкентской. А я молиться буду. Ни табака не вижу, ни матерков не слышу. Но уже через три дня обстановка другая. Уже он не курит здесь. Уже слушают все. Заключают договор. Кончаются табаком, бросают. Мы не знаем, куда нас Бог пошлет. Но вот то, как здесь с детьми ведут занятия. Как дети заходят. Как кланяются. Как поют. Как одеты. Мне отовсюду поступают сведения. Мы сколько искали. Но если вот ни бедлам, ни этот шалман в церкви, проходной двор. Мы нигде не находили. Вдруг натолкнулись на вас. Мы поняли, православие живо. Наш архиерей, который был у нас 13 лет, епископ Ифтихий. Говорит о пробуждении в России. Я говорю, где вы его видели? А ваше общество? Да какая общество? Тут на одной, говорится, ладонью уместить. Но и он это сказал. Мы еще не можем этого оценить. Что нам Бог дал? Так же самое потеряем. Когда смотреть-то не на что ничего. Люди приезжают. И малые таллики не могут этого сделать. Чтобы все были верующие. Учителя верующие. Все время друг другу помогают. Заботятся. Вот оценить вовремя, пока это не ушло от нас. Мы будем по одному кадру искать, как вот старинные какие-то фотографии. Мы вглядываемся, как люди одеты были. Кто вокруг них были. На наши фотографии также будут смотреть. Это православные. Почему мы снимаем? Да у них и службы нет. И вдруг служба. Причищается с таким благоговением. Целую чашу подходят. Это для людей бальзам сегодня. Притом мне это пишут с Австралии. С Канады, с Америки, с Великобритании, с Франции, с Германии. Я не могу перечислить. С Португалии. Книги, которые я говорил молиться, получили полностью. Сфотографировались в Испании. И сразу поступил заказ на полный, почти полный комплект из Италии. Теперь с перекладными через Украину, наверное, будем посылать. Два месяца ровно туда шли книги. Мы тоже не понимаем, что эти книги дают. Одна книга попала, говорит, и все, моя жизнь полностью изменилась. Это не мое. Я их даже, ну, написал вверху. Это уж потому, что по-другому нельзя. Иначе анонимные там будут говорить что-то. Плагиатство. Ну, на каждой книге. Авторство. Это вот два момента, которые приведут к тому, о чем мы сейчас слышим. Любовь Николаевна считала Тихона Задонского. Благодарение. Нам Бог это дал. Будем отмечать, вот уже совсем скоро, день общины. И как насколько все было удивительно, что, оказывается, в Барнауле была крестовозвиженская община. Мы этого не знали, узнали позже. Моим именем, вот в жизни я ни разу не встретился, чтобы я мог обратиться, сказать, Игнатий. Я даже не знаю, как это, ни разу не было. Володик, Игорев у меня, пруд, пруде. Четыре одновременно сидят на щтеца и все Игоре. Два из них Игоря Владимировича. Понимаете? И вдруг здесь, оказывается, был священник Игнатий Тихонович. Это даже, ну, сказать нельзя. И старообрядческое это было. Это что, как знамение какое? Сколько же мы слышим? Маленькое сообщение, кто не знает, не смотрит интернет. Это удивление вызывает. Что это за система такая? 23 числа, может быть, раньше, но в интернете так стоит. Патриарх Кирилл сказал слово. Ну, видимо, отрывок. Похоже, что перед ним сидят люди, не видно. И похоже, что это на епархиальном собрании Московской епархии. И он говорит о миссионерстве. И говорит так, как будто моя книга у него в руках сегодня была. И мне сразу говорит, да он что, ваши книги читал? Не знаю. Я сразу поставил. Я готов, сегодня же вызывайте. Священникам говорит, вы думали, началась перестройка, храмы переполнены, так будет, всегда нет этого. 80% считаются православными у нас в стране. Здесь сколько процентов? Он не сказал сколько, я скажу 0,3. 0,3. На 300 мочоных только один что-то знает. Ну, на праздник посчитали, 2% приходит от общего числа населения. И он говорит, раньше было как, в колокол ударили, люди встали и пришли в храм. Он не говорит, что они Евангелие не знали, не слышали. Ну, были люди, которые кормили священство. А сейчас, говорит, хоть во все колокола бей, стреляй из пушки, и никто не придет. Итак, вы думаете, патриарх поговорил, он о себе говорит, и на этом заглохло? Нет? У нас времени нет. Мы должны выходить на улицу. Мы, вы смещенники, вы ответственны за все, сколько абортов сделали, сколько разводов, вы даже не знаете это, сколько убийств, сколько воровства, сколько наркоманий. Вы за все отмечать будете? Ну, и сразу отзывы пошли. Вот это да, патриарх, говорит, и архиереев не пощадил. Архиереев, это самые главные тормоза. Это говорит патриарх уже не один раз. Я в конце сказал, я готов, но. И программу выставил. Если кто будет против благовестия идти, я буду выступать. Сразу на пять лет его под запрет. С ними по-другому нельзя разговаривать. А дальше меня уже спрашивают, а вы верите, что будет пробуждение? Не верю, не один процент. Я это делаю по любви Господу. Никаких признаков нет на это. Нет, все убито. В начале перестройки, можно было говорить, сегодня уже никак нельзя. Люди уже поняли, что бы я ни делал, приду, чаще исповедуйся, чаще причащайся. Я говорю, как мне молодые пишут. Вот мы опять впали в блуд на неделю. И сразу пошли с товарищем, протрезвились и опять причастились. И в следующий день опять впали в блуд. Это никакая не церковь, никакое не причащение. Это потеха сатане. Это гиблость священника. Затауз говорит, что недостойно причащающегося допускает. Гибнет он и кого причащает? У нас как в отдельной комнате. С нами священник. Оцените все это сегодня. Вот еще что важно. Как идет богослужение. Мы не пошли дальше того, что просили. Все, что есть в Библии, у нас на русском языке считается. Это почти полслужбы. Ибо псалмы, но если псалмы поются, по-церковно-славянски. Вот эту золотую середину, это Бог нам указал. Мы нигде не шагнули за эту грань. Когда епископу говорили, вроде так, дай палец, и по локоть откусите. Мы нигде не шагнули. Нас подбивали к этому. Давайте все, как там где-то делается. Никуда не пошли. У нас служение идет на церковно-славянском языке. Четко, ясно считается. А остальное все на русском языке. Это уникальность. И это дает нам Господь. Почему? Мы все разные и разные таланты. Вот у нас... Скажите, в какой общине можно найти человека, профессионала, кинолога? Это не то, что кино умеет смотреть. Кинолог – это дрессировщик собак. Правильно я объясняю? Ну, смысл тот. Так вот я вас прошу. Тебе много приходилось с собакой возиться? Тем более у него чемпион России собака. И вторая там премию берет уже. Так вот, мы были в шахтах. Вот, Николай Павлович. И там их отец тоже Николай Павлович, дедушка. И он идет в церковь. И выскакивает огромная собака. Ну, есть доги такие, вот так вот будет у меня, по бедру. И она яро бросилась на него. Что обычно делает человек? Машет руками. Кричит. Он еще этого не сделал. А там дизенький старичок. И она его ухватила руку в пасть. И рука оказалась вся в пасть вот так вот. Укусила. И он дальше. Да воскреснет Бог. Я, говорит, внутри у нее в пасть вот так пальцами пошевелил. Да воскреснет Бог. Она рожала зубы, как завизжала, бросилась. Не знаю, куда делась. Но следы какие-то остались. Так он рассказывал. Я его записал. Вот что Бог делает. Трудные минуты. Не сейчас только. И вчера я прочитал один рассказ. Из воспоминаний одного человека. Вот послушайте, насколько это внимательно. Прислушайтесь. Вам это сгодится своим рассказать. Он занимает большой пост в военное время. А в каждой там, так сказать, в армии или в дивизии специально три человека НКВД, которые следят за порядком и расстреливают трусов. Кто отступил назад, его сразу перестроим и расстреливают. К нему подходит бумага. Распишитесь. Мы завтра расстреливаем такого-то. Он говорит, а за что? Ну как за что? Началось, говорит, бомбежка, то другое. Он выскочил и побежал. Ну а почему расстрелять-то? Может, надо разобраться. А что разбирать это? Предать или расстрелять? Он говорит, бежал. У вас составлена бумага, непонятно, куда он бежал. Влево или вправо. Может быть, побежал за товарищами. В атаку пойти. Слова-то какие, говорит. Хорошо. Завтра едем, где этот солдат находится, в другой части. А там лощинка немцами простреливается. Немцы, они бьют, они приспособились разгоняться, а они тормознут, и снаряд впереди упал. Тогда рванули вперед, а снаряд падает сзади. А там уже проскочили. И он, этот человек, сумел туда пролететь. Приехал, а их нету. Те, которые приговор приводят в исполнение. Он побыл, сколько, и спрашивает. Ну а вы видели, они проскочили, да точно, снаряды не попали в них. Возвращаются, говорят, а где эти расстрельщики-то? В столовой. Как в столовой? А ну-ка призвать. Призвали, один еще печенье не дожевал. Так, а вы почему не приехали? Так там стреляют. Снаряды немцы рвутся, вы говорите, немецкие. Так? Вы правильно сказали? Значит, война идет? Война. Статья такая-то. Я командир, вы меня бросили на поле боя. Вы отступили. Всех к расстрелу троих. Так, быстро оформить документы. Завтра утром в 9 утра расстреливаем. Ну и завопили все. А там офицеры все. Всех расстрелять. Вот это картина. Но они там успели сказать это, и попало это. Это член военного совета был Никита Сергеевич Хрущев. Он звонит ему там, Иван Петрович, или как он его называет. Скажите, вы серьезно хотите меня расстрелять? Предатели? Так, Сталину хотят доложить. Знаешь что, я тебе пришлю трех расстрельщиков. Хочешь, их отдай мне? Он говорит, нет, я этих уже не отдам тебе. И кто это был? Генерал-полковник Шестяков. Самый любимый, может быть, в армии. И эти люди были при нем, и ни одного расстрела не допустило. А их было расстреляно, вот таких вот, где-то сто семьдесят, скажем, тысяч. А его, говорит, взяли, он за юбку вчера матери удержался. Ему и два восемнадцать лет исполнилось. Он видит, разрывает кишки, валяется там, полуживое лежит. Руки оторваны, ноги. Он закричал, мама приезжала. Я, говорит, сам такой был. Я сам бегал, но командир части был мой дядя. Он меня вызвал, сказал, еще один раз я тебя сам расстреляю. Я постепенно привык. Генерал-полковник, вы поймите, это большое звание. Первый генерал-майор, генерал-лейтенант, это три звезды подряд. Так я говорю? И его фотографии. Я это поместил в сегодняшних событиях дня. Какое у него благородное лицо, как он сидит. Конечно, его уже нет. Мы должны находить подобные случаи, чтобы показать, где можно что сделать. Проявить любовь, тем более ты христианин. Ну, разберись до конца, прежде чем приговор-то выносить. Ну, может быть, и не так оно выглядело. А он там был. Был. А ты знаешь, как он был там? Он едва-едва приполз. У него в этот день такие боли были. Да кому-то, да ему помощь нуждалась, а не он. И вот такими примерами мы тоже можем побудить себя. Если не верующий, явно, что он коммунист был на такой должности. На хорошем счету, звания не присваивают такие большие где-то. И он сумел сохранить лицо милосердия человека. Как мать благодарная, если сын остался живой. Да остались живые сотни, может, тысячи людей благодаря ему. Вот этими примерами мы окружены вокруг. Помните, здесь был мэр один. Баварин Владимир Николаевич. Благодаря ему мы имеем то место, где находимся. Со мной разговаривать никто не хотели. И он пришел на помощь. Не хотели рассчитывать, когда я суд выиграл. Вот какое дело. И ты как-то про себя где-то, может быть, маленьким язычком скажи, Господь, если можно ему помочь, помоги. Он нам так помог этот человек. Я просто хочу, чтобы чувство благодарности у нас было. Такое вот, как она просчитала. Я говорю на второй ступени молитвы. Первое просительное, второе благодарение. Она просчитала сразу третью. За все Богу слава. Аллилуйя, аминь. Аллилуйя, аминь. Да, вот нужно побывать в другом месте, чтобы потом оценить, что мы имеем. Вот я в командировке был в этих местах. И как мне не хватало общения с вами, этих семи минут перед службой, этой тишины, этого покоя. Не ценим мы то, что имеем. Еще раз повторяю, давайте оценить сегодня, чтобы потом не плакать потеряешь. Здравствуйте. Сегодня у нас Евангелие читалось о том, как звали на брачный пир. И люди как бы сговорились и, извиняясь, говорили, что мне волок надо испытать. Я женился. И Господь возрел с гневом. Я приглашаю вас на занятия по Слову Божию. Это духовный пир, духовная трапеза. Сейчас мы не два раза в неделю занимаемся, а три раза в неделю. Можно не выходя из дома. По скайпу. Господь так дивно сделал, что человек, находящийся в другой совершенно стране, может с нами общаться, задавать вопросы, получать духовные ответы, назидания. Добавили еще один воскресный день в 6 часов вечера. Вот в воскресенье вечером, ну, то, чем может заниматься еще. Работы нет. Уже все для вас, как говорится. Не отвертитесь. Ни валов, ни машин, ничего уже не надо. В воскресный день. Заповедь. 6 дней. Работая один Богу. Посвятите, придите. Прошу ради Христа. И прошу ваших молитв, потому что люди приходят разные. Вот. Вчера мне пришлось двоих людей заблокировать, потому что говорят ересь, гулят православную веру. Поначалу вроде показались, один из них баптист Олег Свад. Вроде. Олег Свад, помолитесь о нем. Вроде хороший человек, но и раз до... Дошло до того, вроде и ко мне претензии. Я и хочу, чтобы человек познал истину, и в то же время он других не увел от истины. А я не скрывал, что я баптист. Я его раз предупредил, два предупредил. Ну, человек не понимает. И помолитесь, чтобы Господь меня вразумил, как мне хорошо. Вот Игнать Тихонович, рядом можно посоветоваться с ним. Но я более организовал эти занятия, я несу ответственность за эти души. Вот. И прошу ваших молитв, и не просто молитв, а участие вашего тоже в этом благом, я считаю, деле. Потому что люди, многие смотрят эти ролики, они же записываются, выставляются в интернет. Вы не бойтесь. Некоторые говорят, ой, я бы позвонил, Игнать Тихонович, он все записывает, выставляет. То есть люди боятся выглядеть, может быть, глупо перед всеми. Да блаженные нищие духом, мы все нищие духом, признайте этому. Чем больше мы познаем, тем больше я узнаю, что я ничего не знаю совершенно в Библии. И так она каждый раз по-разному открывается. Казалось бы, много лет назад мы все ходили в политехнические институты, все там проходили все это. А сейчас, а что повторять одно и то же? Да не одно и то же, она по-разному, каждый день открывается, с разной стороны. Все, Господь открывает. Спасибо, Светлана. В пятницу, скажи, занятия когда еще? Да, еще в среду в пятницу, постные дни, среда пятница 6 часов и воскресный день тоже 6 часов. По местному? 14 по Москве, вот. И делайте в интернете рассылки, пригласайте друзей, если сами не можете в этот момент приходить. Люди благодарят, просто благодарят. Скажи, порядок такой, чтобы на него кто-то вышел и сказал, прими меня, чтобы он должен принимать. А если вы сами залезете, то все остальные опять упадут. Порядок, машина такая. Да, то есть вы пишите мне, я вас принимаю и я вас приглашаю, потому что если вы пригласите первые, то я уже не смогу остальных пригласить. У меня весь список людей, желающих заниматься. Поэтому от меня должен исходить звонок. Вы только проситесь, а я как организатор, я могу принять, могу не принять, могу вычеркнуть, могу. Примите к сведению информацию, активно участвуйте. Ныне день спасения, день благоприятный. У кого нет скайпа, может ко мне домой приезжать. Среда, пятница, к шести вечера, воскресенье в шесть вечера. Всех я вас... Адрес, телефон дай. Адрес мой, улица Барнаул, улица Горноалтайская, дом 21, квартира 355. Сотовый телефон. 8-905-084-56-38. Или городской. 25-06-38. Кто с домашнего. Кто немощный, есть машина, позвоните, я вас привезу к себе и увезу от себя. За свой счет. Номер квартиры какой? Номер квартиры 355. Какая остановка ехать транспорт? Остановка 80-й гвардейской дивизии. Автобусы 10-ка, 60-й, 144-й, трамвай 8-ка, 9-ка, 10-ка, 7-ка. Троллейбус единица. Номер телефона запишите. Городской поставить? Городской 25-06-30-08. Он же из Сотового. Еще для информации. Раиса Николаевна постоянно этим пользуется. Звоните еще ей. Остановка 80-й гвардейской дивизии. Северо-западной. Если на троллейбусе, то выходить на Ленинском, на Северо-западной. Если на трамвае на Семерке, еще одну улицу по Северо-западной в сторону 80-й гвардейской дивизии проехать. Одну остановку? Одну остановку. То есть от Ленинского, одна остановка по Северо-западной в сторону Юрина. Остановка 80-й гвардейской дивизии. Еще у кого есть информация? Это по Северо-западной в сторону. Да, улица? Да, да, да. Все исчерпали поездку дня? Но поездка дня еще не исчерпана, потому что день только начинается. Стало быть, сейчас будет после собрания трапеза. Вначале такая вещественная трапеза, потом духовная трапеза. Занятие. Остаемся на занятии. Достойно есть яково истину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим. Безысления Бога, Слова родшую, сущую Богородицу Те величаем. Господи, защити Родину нашу от нашественных племенников, от внутренних расприй, от беззакония, которое втайне, останови делающих зло. Просвети, правители страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественную любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в неближении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия. Алва, Отче, Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды и правды Твоей. Тебе хвала, слава, чести, поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Валюша, проходите скорее. Тут выносят табурет. Табуретка? О, это, скамейку. Скамейку. Заносят маленькие, выносят большие. Сейчас еще посмотрю. Смотрю.